С началом пандемии у 72% пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, болезнь протекает бессимптомно. Однако в этом есть свои минусы. Минздрав не исключает, что среди населения есть граждане, которые даже не подозревают о болезни и продолжают вести обычный образ жизни. Выходят в магазины, общаются с родными. Между тем, ежедневно количество заразившихся растет. Правда, за последние дни, если не считать зараженных, приехавших из Соль и Лецка, в стране наблюдается снижение заболевания коронавирусом. Коляда Ишубаева продолжит тему. 21. Столько пациентов с ранее подтверденным диагнозом коронавирусная инфекция выписано по стране за сутки. 12 из них выписаны из инфекционной больницы Бишкека. Еще шестеро из медучреждения города Ож. В Ожской области выписано трое, в Нарынской области двое и в Джалабадской области один пациент. За сутки выписан 21 пациент при отрицательных результатах анализов на коронавирус. Из них Бишкеке 12, в городе Ож 3, в Ожской области 3, в Нарынской области 2, в Джалабадской области один пациент был выписан. Таким образом, всего за все время выписано 709 пациентов. На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице лечатся 208 граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией. Сегодня выписали 13 из них. Из них пятеро детей. Поступали из них некоторые в удовлетворительном состоянии, то есть на момент поступления жалоб не было, но в дальнейшем жалобы они присоединялись в динамике и поступали также в средне тяжелом состоянии. То есть наши больные, которые выписываются, они должны быть на домашней самоизоляции в течение 14 дней, находиться под наблюдением мобильной бригады и также в дальнейшем соблюдать правила личной гигиены, правила респираторного этикета, как ношение маски, также быть в течение 12 месяцев под наблюдением семейного врача и пульмонолога по необходимости. За сутки в стране коронавирус зарегистрирован еще у 21 человека. В Бишкеке COVID-19 диагностирован у 10 человек, в Чуйской области 1, в Нарыне 7 и в Джалабадской области 3. Таким образом, на сегодня подтверждены 1037 случаев коронавируса. Из которых на Джалабадскую область приходится 147 случаев, в Оржской области 180, в Городево 133, в Чуйской области 87, включая 56 случаев из Солилецка, Бишкеке 282, в Баткенской области 24, в Нарынской области 136, в Високульской области 12 случаев. Также за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у шести медработников. Все они в Нарынской области. Кроме этого, стало известно, что в областном роддоме Нарынской области, где шесть медиков заболели коронавирусом, полностью сменили персонал. Работа идет в штатном режиме. Сразу скажу, это не соблюдение, не обеспечение безопасного общения. И был занос инфекции. Здесь в роддельном доме проведены все мероприятия. Поменяли весь персонал, потому что действующий был отправлен на обсервацию. На сегодня в роддоме работает в штатном режиме, но уже с другим персоналом, который пришел на замещение. Работа продолжается там. Среди заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 числятся и 14 беременных женщин. Все они получают соответствующее лечение согласно клиническим руководствам. Из новых случаев три человека прилетели из-за границы. Один из Дубая, двое из России. В Чаткальском районе выявлено три случая коронавируса. В Нарынской области семи зараженных шесть – сотрудники областного роддома. Это несоблюдение правил безопасности. В обсерваторе Семитей выявлен один случай коронавируса. Кстати, клинический роддельный дом Национального центра охраны материнства и детства, где на прошлой неделе произошло массовое заражение пациентов, временно приостановил прием беременных и рожениц. Работа приостановлена до 25 мая. Напомним, что ранее в роддельном доме диагноз коронавирус подтвердился у акушерки. Кроме того, COVID-19 заразились врачи и пациенты отделения гематологии и поликлиники центра. Там проведены все дезинфекционные мероприятия. За персоналом установлен обсервационный режим. И на сегодня вопрос вот таким образом и решен. Все это было связкой идет с Национальным центром охраны материнства и детства. Всего заболело пять человек в инсуамиде. В том числе три врача, одна акушерка, одна санитарка. И на медицинском наблюдении находятся 27 контактировавших. Среди зараженных коронавирусом 56 граждан, приехавших на прошлой неделе из Соли-Лецка, есть и 11-месячный ребенок с матерью. При этом ее старший сын не заражен. Условия возвращения не соответствовали требованиям, вследствие чего заразился ребенок. Неизвестно, сколько времени они находились вместе. Женщина вместе с детьми сейчас в Республиканской клинической инфекционной больнице. Они помещены в инфекционную больницу и проходят лечение. Там есть условия для лечения. Они в отдельном боксе. В обсервации, где помещены прибывшие из Соли-Лецка граждане, грубых нарушений не наблюдается. Ранее замминистра сообщал, что ряд граждан грубо ведут себя с медработниками, не соблюдают условия обсервации и предпринимают попытки побега. Сегодня меры все приняты. Там усилен и милицейский кордон, и усилено сопровождение сотрудниками милиции. Там на сегодня уже таких грубых нарушений обсервационного режима не наблюдается. Мы проводим все меры по медицинскому наблюдению, лабораторному тестированию. На сегодня в больницах 316 пациентов лечатся от коронавирусной инфекции. Из них в тяжелом состоянии находится 7 пациентов, а в реанимации 4. 21 пациент был выписан, но в то же время 21 вновь выявленных мы снова поместили в стационар. В тяжелом состоянии 7 больных сегодня, из которых 4 находятся в реанимации. В средней тяжести 75 пациентов. В удовлетворительном состоянии это легкая форма и бессимптомно 234 больных. Таким образом, в Кыргызстане 70,5% заболевших коронавирусной инфекцией вылечились. На сегодня выписано 709 человек. У 72% пациентов болезнь протекает бессимптомно. Умерло 12, показатель летальности составил 1,2%. Значит, из тех, кто получает лечение, 2,8% это тяжелая форма, 24,4% это средне тяжелая форма, течение идет. И 72,8% заболевания протекает в легкой бессимптомной форме. Что касается заражения, по Кыргызстану самые высокие показатели в Нарынской области. Самые низкие – в Иссыкульской. Самые высокие интенсивные показатели в перерасчете на население в Нарынской области – это 44,7% составляет. В городе Ож – 36,9%, в Бишкеке – 26,1%. Далее идут Ожская область – 13,3% на 100 тысяч, Джалабадская область – 11,7%, Чуйская область – 9,2%, Баткенская область – 4,5% и Выссыкульской области – 2,4%. 71% заболевших коронавирусной инфекцией в диапазоне от 20 до 60 лет, что объясняется в основном контактными случаями с больными. Некоторые по сфере своей деятельности – медики и другие специалисты, которые привлекались к борьбе с коронавирусом. Анализ уровня показывает, что люди старше 65 лет болеют в два раза чаще, чем молодые в возрасте до 15 лет. Это соответствует статистике других стран мира. Доля заболевших в возрасте до 15 лет составляет 14,7% от всех заболевших. Доля населения в возрасте до 15 лет от общего числа населения составляет 29,3%. Доля заболевших в возрасте 65 лет и старше составляет 10,4% от всех заболевших. Из всех выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано 6 фактов, когда граждане сами обратились к медикам с признаками болезни. Их анализы подтвердили наличие коронавируса. Один из них – работник одного из гипермаркетов столицы. Он сам обратился в лабораторию, где проводят анализ на коронавирус, потому что начал чувствовать признаки болезни. Его родственники работают в ЦГСН. Он попросил обследовать его. Лабораторные анализы показали положительный результат на коронавирус. Он сейчас лечится. В то же время у других сотрудников гипермаркета были взяты анализы. Их результаты отрицательные. В случае увеличения количества заразившихся в столице достаточно мест для пациентов. В Республиканской инфекционной больнице было предусмотрено 204 койки для пациентов с коронавирусом. В данное время лечение получают 208 человек. За раз инфекционная больница может принимать 400 человек. Для пациентов с COVID-19 было предусмотрено 204 койки. Сейчас получают лечение 208 человек. Дополнительно еще для коронавирусных пациентов готовятся 20-25 койок. Замминистр также рассказал, при каких обстоятельствах будет запущен в Бишкеке общественный транспорт. Так, по его словам, это будет зависеть не от цифр по выявлению новых случаев, а от потенциала развития эпидемиологической ситуации. Если будут предпосылки, что будет напряженная эпидемиологическая ситуация, то, конечно, вопрос будет решаться однозначно о пока не возобновлении общественного транспорта, потому что общественный транспорт сам по себе – это ограниченное пространство, это большие контакты и опасность возникновения вспышек. Если будет связано с этим видом транспорта, это нужно будет анализировать. И в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, соответственно, будет приниматься решение о возобновлении общественного транспорта. В Кыргызстане наблюдается снижение заболевания коронавирусом. Пик пришелся на середину апреля, а с 15 апреля наблюдается тенденция к снижению. Но на сегодня при наличии большого количества завазных случаев и бытового заражения при контакте, цифры пока держатся на одном напряженном уровне. В связи с этим рано говорить о возобновлении работы общественного транспорта. Самый высокий уровень заболеваемости пришелся на неделю раньше прогнозируемого. Снижение заболеваемости началось с конца апреля, что связано с эффективными мероприятиями. Но на сегодня при наличии большого количества завазных случаев и наличии бытового заражения при контакте, цифры у нас пока еще держатся на таком напряженном уровне. В Кыргызстане 4594 человека находятся под медицинским наблюдением на домашнем карантине. На обсервациях находятся 1109 человек, за которыми ведется медицинское наблюдение. Проводятся обсервационные меры.